Клиническая картина. Поначалу в местах ввода наркотического вещества появляются язвы, ранки, которые при надавливании выделяют гной и окружены флегмонами. Их загнивание и исходящий смрад схожи с течением страшной болезни проказы, которая также отличается гниением и разложением ещё живого человека. Кстати, почему крокодил? Да потому что структура твоей кожи в местах инъекций станет похожа на крокодильную чешую и начнёт отторгаться. А ещё эта дрянь, как челюсть обезжала с новохищника, очень быстро лишит тебя конечностей. Полная потеря организмом иммунитета, по аналогии с проказой лепрой, полностью разрушается иммунная система, разлагается печень, почки, сосуды, а затем мышцы, которые после разложения вен используются для введения очередной дозы. Начинается отмирание конечностей, далее на коже образовываются открытые гниющие раны, опухают конечности. Всё это сопровождается нестерпимой болью, снять которую можно только при помощи очередной дозы препарата. Последствия употребления дизаморфина – это слепота, гангрена конечностей и разрушение внутренних органов. В отличие от других интоксикантов, формирующих химическую и психическую зависимость, крокодил поражает не только стремительностью привыкания и разрушения нервной системы, он ещё и пожирает изнутри в буквальном смысле, разлагая костные ткани и сжигая сосуды и капилляры. Особенности употребления дизаморфина. С ростом потребления дизаморфина всё больше наркоманов переходят на самостоятельное изготовление этого наркотика из-за кажущейся простоты приготовления, безопасности, ведь готовишь дома один без риска столкнуться с ментами или наезда своих беспредельщиков. Ну и конечно же низкой цены. Первое это качели, поскольку процесс изготовления стимуляторов и дизаморфина во многом схож. Часть варщиков практикуют изготовление и того, и другого. Также некоторые совмещают и употребление, к примеру, разогнался винтом, а потом ширкой. Такая практика чередования быстрых и медленных среди наркоманов называется качелями, открылся, закрылся. Можно догадаться, что при этом творится с сосудами, если стимуляторы их резко сужают, а дизаморфин расширяет. Кроме инсульта, качели сулят широкие перспективы для тромбофлебитов и инфарктов. Для достижения большего эффекта потребители увеличивают дозировку или смешивают дизаморфин с другими веществами. Чаще всего в уже готовый наркотик добавляется тропикамид, что является одной из причин как передозировок, так и более сильного негативного воздействия на организм. Попадание дизаморфина под кожу почти всегда заканчивается абсцессом. Продолжение следует...